Ребятки, всем привет! С вами Александр. Продолжим нашу тематику торговли. Так, и первая у нас валютка, это у нас Ripple. В прошлом видео я говорил, что Ripple покупал по 0.67 и ордера у меня стояли вот здесь. И 0.79, и 0.80 у меня закрылись. То есть вот это движение я взял, вот эту часть, конечно, я пропустил. То есть с 80 до 90 я пропустил, но не беда, всех денег не заработает. Не заработаешь, я вышел в USDT. По эфиру, эфир продолжает расти. Вот смотрите, если выключить у нас дневочку, вот мы подходим, еще есть куда подрасти. То есть до 700 можем дотянуть. На 4 часах еще тоже есть время, скажем так, пространство для маневра. Ну и часовик даже тоже говорит о том, что будет рост. Многие уже из известных аналитиков закрывали свои позиции в районе 640. Я частично тоже закрылся, частично там буквально там 0.2 эфирчика продал, 0.25 по-моему. И дальше еще посижу, ну до 670, может быть даже до 700. Эфиром я дорожу, как бы просто так не хочу им сливать. То есть Ripple слил и забыл, как-то это меня не печалит. Так, дальше выстрелил биткоин кэш. Он сделал x2 довольно шустро, сколько за последних несколько дней. Вот с 18 числа, я как-то на него так уже не обращал внимания, а он так четко вырос. У меня он был куплен, ну последняя покупка, перезакупка была по 1300 с чем-то. Я половинку закрыл по, так это у нас не то. Так, это был курс к доллару, курс к биткоину, а вот курс к доллару. То есть был 788 и выстрелил до 450. То есть у меня, как я говорил, был куплен где-то примерно по 350, но перезакуплен последний раз. Я немножко подзакрылся по 400. Половинку закрыл. Вот в принципе, я здесь не залогинен. Я перевел на Binance. Эту операцию я делал на Binance. В общем, половину закрыл. Хотелось бы и перезакупиться. Ордер у меня уже стоит на 1260, если я не ошибаюсь. То есть купить обратно то, что я продал. Так, что у нас тут? По ситуации с Verge, так как-то глупо получилось. Вот новый интерфейс. Мне он не очень нравится. С графиком стало лучше, но вот эта ерунда стала неудобнее. Раньше можно было здесь выбирать цену, вот клацать. Ты как-то клацаешь, и она сюда подтягивается. Ну, в принципе, она тоже работает, но немножко непривычно. И постоянно вот здесь ему требуется поставить точку, а не запятую, потому что он ругается, что когда ты ставишь ордер. В общем-то, какая была ситуация. То есть у меня было куплено 1000 Verge. Точнее, у меня оставалось 1000 Verge. Давайте вот покажу вам свои ордера. Да, иди ты сюда. Глючный этот прикол. Ну, что это такое? Ну, есть, короче, какие-то глюки по интерфейсу новому, по Bittrex. Вот, смотрите, мои последние покупки были, вот, по-моему, 750-500 монет. И последняя покупка была 760. И смотрите, что случилось. Был выставлен ордер на продажу 720. То есть я выставлял стоп-лимитный ордер. То есть было как сделано. Conditional, Quantity, там, вот здесь была 1000. Выставлена цена там 721. Здесь было выбрано, вот, если цена достигнет меньше, чем, там, 722, например. Да, то есть, ну, это все было в разделе продаж. Продать. И то ли интерфейс заглючило, то ли я вот здесь выбрал условия неправильные. Может, я выбрал greater, больше, чем. Если я выбрал, ну, и случилась, как бы, какая ерунда. Курс был на тот момент где-то 760 или 780, да. А я поставил, естественно, лимит. Если цена дойдет до 720, то есть продать. Продать, чтобы был стоп-лимит. И получилась вот такая вот ерунда. То есть вместо того, чтобы держать дальше и, как бы, в надежде на то, что он вырастет. И только в критичном случае, чтобы сработал стоп-лимит, стоп-лосс. То есть я, получается, продал дешевле, чем купил. То есть я продал 1000 по 720, а покупал я по 755 в среднем. То есть, ну, убыток 5%, но очень обидно. То есть купил так себе чисто 500 по 811. Ну, думаю, пусть пока лежит. Потому что верш вроде как и на Магди, на стахастике, то есть не находится в зоне перекупленности. Думаю, пусть будет, может еще и стрельнуть вот где-то в район 950. Я бы вот здесь продал. Ну, как бы он выровнялся на такой четкой сильной линии поддержки. Вот в районе там 700, 740, 750. В этом районе я его здесь покупал неоднократно. Такая вот, короче, shit happens, как говорится, ребята. То есть будьте внимательны, лучше перепроверяйте. Что у нас, в принципе, сейчас грядет. То есть по биткоину, то есть тут все ждут, либо дойдем, скорректируемся на 8500, полетим там чуть ли не до 10, либо, а потом оттуда будем падать чуть ли не до 5, до 3. Но в целом большинство альтов уже дали свои иксы на данный момент. Приближается к своим там уже максимумам. Тот же Монеро довольно высоко поднялся. Давайте сейчас покажу вам. Так, Монерка я держу, у нее будет hard fork, потому я его держу, не сливаю. Так, вот, вот Монерка. У меня сейчас стоит здесь стоп-лосс вот 300, по 302. Вот здесь он у меня стоит. То есть, опять же, тоже по графикам на 4 часах есть куда расти. На дневочке мы уже вот здесь приблизились. Но Монеро показывает, смотрите, свои там, когда у нас тут последнее число. Да, ну вот прошлый год максимумы практически относительно битка. То есть он вряд ли вырастет выше этого. Если биток, конечно, не рыпнется вниз, то у нас еще есть несколько дней, чтобы подрасти. Так, у нас две монеты сейчас находятся. Это hard fork по Монеран в ближайшее время. И это у нас будет в конце, по-моему, 31 апреля. И по биткоин кэшу, который тут же сейчас начал расти 15 мая. То есть, если я не ошибся, то есть вот до этих вот чисел я буду консервативно относиться к этим монеткам. Буду их держать. И потом за несколько дней, за неделю, может быть, уже вот к Монеро подходит этот период. И, возможно, он дальше 32 не дойдет. Может, конечно, и стрельнет на 34, но там я точно его буду закрывать. Еще чуть не забыл сказать важную вещь по поводу Одиссея. То есть, Одиссея я прикупил на пару сот долларов. Я его покупал по 11. То есть, вообще, шикарно как-то получилось. По 11. Ну, вот где-то здесь, получается, я его купил в самом начале. Удивительно. Ну, да, получается, по-моему, по 11 я его купил. Он дал уже X3. Но я вот этот момент пропустил. Здесь бы я продал где-то половину. То есть, я его где-то провтыкал. Это, может быть, выходной был день. Не был возле компьютера. Пропустил. Ну, а здесь вот уже, по-моему, я уже по 26 не захотел сливать. И в нем сижу. Как бы эта монетка на долгосрок. Ждем тут что-то порядка X7. По этой монете. Вот, смотрите. Она может быть и 50 тысяч. То есть, еще X2 от нынешних моментов, да, была по 10 тысяч. То есть, по 50, X5, X6. То есть, можно ждать, что нужно знать по этой монете. Пошли слухи, что она залистится на Binance. То есть, если она залистится на Binance, она еще даст перехай вот этого, что было. И ее крутит команда трона. То есть, они там корешатся с троном. Потому, думаю, у этой монетки будет в торговом плане все хорошо. Так что, имейте себе в виду. И, в принципе, можете подкупать. Вот уже и сейчас можно подкупать. Потому, что вот хорошее время. Вот где-то вот по этой цене по 21 тысячи, думаю, стоит брать. Потому, что если она действительно выйдет на Binance, это будет очередной скачок чуть ли не X2 от этих цен. Вот теперь это все. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.